Это лидер российского рынка колл-трекинга. Я хотел бы вам рассказать о первой части нашей сегодняшней лекции. Это сервисы отслеживания всех целевых обращений сайта, в частности о колл-трекинге, о способах понимания, откуда пришли звонки и заявки клиентов для проведения глубокой аналитики и уже принятия дальнейших решений по оптимизации маркетинга. Вторая часть у нас будет посвящена CRM-системам и, в частности, связи аналитики с CRM и возможностям такой связки, что она может дать нам для маркетинга, какие классные мы можем делать решения, придумывать различные фишки, оптимизировать нашу рекламу. С помощью таких связок. Давайте с нами начнем, не будем тогда ждать новых пользователей, кто хочет, посмотрит потом в онлайне. Итак, сейчас я... Или можете мне сказать, как перелистывать слайды? Ну вот у меня, к сожалению, нет ее. Отлично, спасибо. Итак, первый вопрос, который встает перед любым маркетологом в начале пути, когда мы только понимаем, что нам нужно анализировать, насколько эффективно расходуются наши деньги на рекламу, это откуда мы будем брать данные, то есть какие системы нам будут помогать принимать дальнейшие решения. В стандартном диджитале, то есть в стандартном процессе, скажем так, веб-аналитике, любой специалист ответит на этот вопрос достаточно быстро, то есть есть Яндекс.Метрики, есть Google Analytics, кому что нравится, есть другие системы аналитики более продвинутые, более профессиональные, например, платные. Но основная проблема всех этих систем в том, что они нам расскажут только о том, откуда пришли клиенты, которые совершили какое-то действие на сайте. То есть человек, который зашел на сайт, добавил товар в корзину, либо отправил, допустим, форму обратной связи, начал чат, допустим, с онлайн-косультантом, либо даже перешел на какую-то целевую страницу. Но правда в том, что по нашей статистике около 70% всех конверсий, то есть всех обращений пользователей, совершается именно через звонки. То есть привычные системы веб-аналитики нам, к сожалению, не дадут ответ на вопрос, откуда приходят звонки клиентов. И это, собственно, основной вопрос, который встает перед специалистами, когда они начинают принимать какие-то действия для того, чтобы оптимизировать маркетинг на основе данных обращений. И именно на этот вопрос отвечает колл-трекинг. То есть колл-трекинг – это технология, которая позволяет определить, с какого рекламного источника пришел звонок клиента. На сегодняшний день существует уже несколько видов колл-трекинга. Первый вид – это, я называю его, исторический колл-трекинг. Я думаю, что многие из вас им пользовались. Это стандартный вопрос, откуда вы о нас узнали. Я думаю, то, что, может быть, заплюсуйте, здесь не так много людей, но заплюсуйте те, кто когда-либо пробовал такой формат для того, чтобы понять хотя бы обобщенно, откуда приходят звонки клиентов. Окей, пока не вижу таких. Есть, отличный Виктор Кусанов, спасибо. Но основная проблема этого метода заключается в том, что он слишком завязан на человеческом факторе. Но, несомненно, человек, который звонит, как правило, отвечает, откуда вы о нас узнали, из интернета. В лучшем случае он скажет то, что узнал о нас от знакомых. Но понятно, что реферальная механика, то есть когда нас рекомендуют как компанию своим друзьям и так далее, она самая эффективная, об этом есть уже множество исследований. Но проблема в том, что она не масштабирована. То есть, конечно, отлично было бы взять и так, чтобы нашу компанию рекомендовали сразу же множество людей своим друзьям, и таким образом за счет Сарафанова радио мы развивались. Но с точки зрения диджитал-маркетинга, это, конечно, абсолютно неинтересный масштабируемый подход. Именно поэтому уже очень давно, примерно лет 7 назад, начали в России появляться сервисы колл-трекинга, основанные на подмене номеров. Первый тип – это как раз тот, который вы видите на слайде, это статический колл-трекинг или классический колл-трекинг. Суть его заключается в том, что на сайте пользователям показываются разные подменные номера в зависимости от рекламного канала, откуда пришел человек. То есть, если клиент пришел на наш сайт, например, с баннера, мы покажем ему один номер. Если он пришел с контекстной рекламы, мы покажем ему второй номер. Если он пришел, например, с органической выдачи Яндекса, то мы покажем ему третий номер. Здесь все просто. Кто-то наверняка даже пользовался подобными сервисами, либо, допустим, самостоятельно покупал несколько сим-карт или несколько номеров, вешал их на разные каналы. Сколько звонков пришло на каждый номер, столько обращений у нас было получено с каждого рекламного канала, который мы отслеживали. Но мы понимаем то, что таким способом мы можем только обобщенно понять, откуда приходят клиенты без какой-либо детализации. И на сегодняшний день это абсолютно недопустимо. То есть в контекстной рекламе у нас десятки тысяч объявлений, и нам нужно понимать, откуда пришли люди. У нас множество рекламных кампаний медийных, например, и вплоть до того, что многие люди, как правило, совершают несколько касаний сайта, то есть они несколько раз заходят до сайта, до звонка. И просто понимать то, что человек позвонил с контекста, например, недостаточно, потому что нам нужно знать то, что до этого человек заходил на сайт, например, с медийной рекламой или каким-то другим способом. Именно поэтому в 2012 году в России появились сервисы динамического колл-трекинга, ну и в частности, колл-тач, первый сервис, который ввел технологию на российский рынок. Динамический колл-трекинг – это уже современный формат. Суть его заключается в том, что мы показываем разные номера пользователям также на сайте, но отличие состоит в том, что эти номера привязаны не к источникам, то есть по сути в динамическом колл-трекинге неважно, откуда пришел человек, с контекстной рекламой или с медийной. Мы показываем разные номера каждому человеку, который в одно и то же время находится на сайте. То есть на ваш сайт одновременно пришло, например, 50 человек, и они все увидят разные номера. Номер закрепится за пользовательской сессией, как только человек зайдет на сайт, и в частности, если мы говорим про колл-трекинг-сервис, колл-тач, например, то этот номер будет закреплен все время, пока человек находится на сайте, плюс небольшое время после того, как человек уйдет с этого сайта. За счет такой технологии, за счет такого подхода, мы по статистике покрываем 96-98% всего времени, когда человек, как правило, звонит в компанию. То есть сейчас модель поведения людей уже такая, то что никто особо не записывает номера, чтобы перезвонить позже, только если это какой-то повторная уже коммуникация с компанией. Если мы хотим позвонить в какую-то компанию впервые, то мы заходим на сайт, набираем номер, либо с мобильного сразу кликаем, и в итоге обращаемся в компанию. И в этом случае система понимает, что человек, который позвонил, он позвонил на определенный уникальный номер. Звонок совершен был, например, в 19.05, и в это время номер был закреплен за конкретным пользователем. Понимая пользовательскую сессию, мы уже, соответственно, понимаем всю историю этого пользователя, все детали его посещения. То есть, например, мы знаем, что человек пришел на сайт Яндекс.Директа по запросу, например, купить автомобильную страховку, до этого он был на сайте уже три раза, заходил с таких-то каналов, находится он в Москве, использует браузер Chrome, устройство iPhone и так далее, и так далее, и так далее. У нас, получается, появляется достаточно детальная информация про нашу целевую аудиторию, но самое главное, у нас появляется автоматизированный отчет по эффективности маркетинга. То есть, мы прекрасно понимаем, что человек пришел с определенного рекламного канала или даже ключевого слова, автоматически подтягиваем данные из Яндекс.Директа, Гугла, Дворца или других систем контекстной рекламы и других рекламных площадок. Например, мы знаем, сколько денег было потрачено на каждое ключевое слово, сколько было звонков, сколько было заявок. Исходя из этого, у нас в отчете сразу видно, сколько в среднем стоит обращение, привлечение обращения, по каждому ключевому слову. И в данном случае маркетологу остается только отсортировать наши ключевые слова, например, рекламные источники по эффективности и принимать уже дальнейшие решения в оптимизации. Но основная проблема звонков и отличие от заявок заключается в том, что если у нас заявки, как правило, все обладают определенным типом, то есть человек добавил товар в корзину, он определенный целевой клиент, он хочет купить. Если человек, например, заполнил форму обратной связи по определенному типу наших услуг, мы понимаем то, что это человек, который хочет у нас купить эту услугу. В звонках же в некоторых сферах количество целевых звонков доходит до 20-30%. Все остальное – это не целевые звонки от текущих клиентов, которые нам уже сплатили, которые, например, хотят проконсультироваться уже по полученной услуге или уже узнать текущий статус доставки и так далее. Это могут быть звонки какие-то спамные, или когда нам пытаются что-то продать, например, оптимизацию контекстной рекламы или аудит, например, сайта или что-то еще. Это могут быть не целевые звонки, когда просто ошиблись номером. Ну и в частности, даже говоря про целевые звонки, у нас, как правило, есть несколько направлений наших деятельностей. То есть вот на примере, на слайде вы видите здесь кейс с автодилером, например, который продает автомобили и, кроме того, оказывает услуги по сервисному обслуживанию. В нашем кейсе по продажам было получено 250 звонков, по сервису было получено чуть больше 600 звонков. И при этом, если мы будем оптимизировать наш маркетинг и смотреть на все звонки не без привязки, скажем так, к их типу, мы в итоге себе наоптимизируем так, что у нас практически не будет продажных звонков, потому что они слишком дорогие, зато очень много будет звонков информационных, например, как поменять дворники на машине, или где у меня находится предохранитель, потому что явно их привлечение стоит значительно дешевле. Именно поэтому очень важно понимать то, что человек, который нам позвонил, это наш целевой клиент. Соответственно, оптимизировать маркетинг, принимать решения уже на базе именно целевых обращений. На сегодняшний день есть несколько способов определения таких целевых звонков. Первый способ – это ручное определение, то есть когда оператор вручную заходит, например, или специально обычный человек заходит в кабинет колл-трекинг-системы и начинает проставлять там типы звонков. То есть это звонок целевой, а у нас это не целевой. Но это подходит только для небольших компаний, и, собственно, это абсолютно неудобный, трудоемкий, ресурсоемкий способ. Поэтому появилось сейчас уже достаточно много способов автоматизированных. Например, определение типа звонка через голосовое меню. То есть если мы возьмем пример нашего автодилера, человек, который звонит в эту компанию, услышит приветствие. Если вы хотите купить машину, нажмите 1. Если вы хотите записаться на сервис, нажмите 2. То есть человек нам сам говорит, что я хочу купить, я ваш целевой клиент, оптимизируйте маркетинг по таким, как я. Есть второй способ, это выбор оператора. То есть когда оператор на ресепшене, например, этого автодилера принимает звонки или переспределяет эти звонки, например, по отделу. То есть это звонок в отдел продаж, она нажимает какой-то добавочный. Это звонок в отдел сервиса, нажимается другой добавочный. В данном случае мы привязываемся к добавочным номерам, а если говорить шире, то к нажатиям клавиш на телефоне оператором холл-центра. Исходя из этого, определяем также автоматический тип звонка. Третий способ – это интеграция аналитики с CRM-системой. Об этом мы говорим больше во второй части. Но я считаю, что это абсолютно обязательная вещь на пути любого маркетолога, потому что интеграция аналитики с CRM позволяет нам понимать всю воронку, начиная от клика, заканчивая, даже начинает показы, рекламы где-то, заканчивая непосредственно покупкой. Ну и такой способ также нам позволяет определять, какие звонки у нас были целевыми, а какими нет. Также есть сейчас еще четвертый способ. Это наша технология CallTouchPredict, которую мы анонсировали буквально две недели назад. Это сервис, который в автоматическом онлайн-режиме позволяет определять типы звонков на основе распознавания речи и машинного обучения. Но об этом – это тема другого длинного вебинара. Я думаю, что не будем сейчас сильно углубляться. Если у вас есть, скажем так, задачи в бизнесе, при которых вам необходимо автоматически понимать тип звонка, во-первых, для оптимизации маркетинга, во-вторых, для контроля качества и целей отдела продаж, то просим, обращайтесь, мы более подробно расскажем об этой технологии. Что ж, мы подключили CallTracking систему, поняли, откуда приходят звонки и заявки наших клиентов, определили целевое обращение, что же будем делать дальше. То есть здесь, на самом деле, достаточно простой алгоритм, о котором мы говорили уже сотни раз. В нем нет никаких сложностей, и он, в принципе, достаточно банальный. Но дело в том, что сотни и тысячи раз уже нами было доказано, что этот простой алгоритм работает лучше всего, и здесь не нужно изобретать велосипед. Сначала нужно пройти простые шаги. Первый шаг – это мы смотрим на нашу статистику обобщенно, то есть мы видим в отчете, с каких именно рекламных источниках, укропненном, мы получили обращение, то есть звонки и заявки. Например, вы видите, что мы провели выставку, на ее проведение было потрачено 250 тысяч рублей, на этой выставке мы раздавали, например, листовки с определенным телефоном. После этой выставки мы получили, например, за месяц 140 звонков, то есть стоимость каждого обращения вышла у нас примерно 1800 рублей. Допустим, нас устраивает такая стоимость привлечения обращения, допустим, для нас целевая стоимость привлечения обращения – 2000 рублей. Смотрим дальше, например, на дизельство канала, то есть с Яндекс.Органики мы получили за месяц 300 звонков, средняя стоимость была совсем копеечной, всего лишь 180 рублей. С Яндекс.Директа мы получили 130 звонков, средняя стоимость привлечения обращения вышла примерно 1100 рублей. То есть здесь у нас пока что все хорошо, мы видим то, что эти рекламные каналы приносят нам обращения в рамках целевой стоимости. Но есть также неэффективные рекламные каналы, которые приносят нам слишком дорогих клиентов. К примеру, баннерная реклама, которая дала нам всего лишь 32 звонка по средней стоимости 2800 рублей. То есть цель этого этапа – определить эффективные источники, которые мы будем дальше оптимизировать, улучшать, усиливать, соответственно, повышать бюджет на эти рекламные источники и определить неэффективные каналы, которые нам потребуются оптимизировать, выяснить, в чем была проблема, то есть почему стоимость привлечения обращения такая дорогая, либо, может быть, совсем отключить эти рекламные каналы, перестать спускать на них деньги. Соответственно, следующий этап у нас – это изучение более глубокое каждого рекламного канала. То есть, в частности, мы видим то, что по баннерной рекламе у нас стоимость привлечения обращения слишком высокая, но при этом мы понимаем то, что у нас вряд ли используется только один дизайн баннера на одной рекламной площадке. То есть мы используем несколько рекламных компаний, это разные дизайны баннеров, разные рекламные площадки, и вполне возможно, что, допустим, из 20 разных рекламных компаний именно в бензинной рекламе 10 будут работать хорошо и приносить нам клиентов в рамках целевой стоимости, а еще 10 будут приносить слишком дорогих клиентов, например, по 5-10 тысяч рублей, исходя из нашего примера. И, соответственно, мы выявляем вот эти вот узкие места, понимаем проблемные зоны и начинаем с ними работать. То есть, может быть, дизайн баннера какой-то неконверсионный или приносит нецелевую аудиторию. Может быть, рекламные площадки нам не подходят, то есть там, опять же, не наша аудитория. Ну и, в частности, самым важным, наверное, этапом, исходя из нашего опыта, исходя из, скажем так, предназначение основного динамического колл-трекинга – это оптимизация контекстной рекламы. С контекстной рекламы у нас дела обстоят достаточно хорошо, то есть отчеты в системе, в любой системе колл-трекинга уже достаточно глубокие. То есть, как я говорил ранее, автоматически подтягиваются данные системы контекстной рекламы, то есть, например, изъянать директора Google AdWords по затратам, по показам, по расположению объявлений, например, спецразмещения или гарантии. И система колл-трекинга таким образом в отчете вам сразу покажет, по каким рекламным, по каким группам слов, по каким ключевым словам, сколько было получено звонков, сколько было получено заявок, сколько людей пришло на сайты, сколько денег было потрачено, исходя из этого, соответственно, сколько в среднем стоило привлечение одного обращения, звонка или заявки. То есть, все, что нам остается сделать, это ассортировать наши ключевые слова, например, или группу слов по эффективности. И вот в нашем скриншоте, вы видите здесь реальный кейс, это скриншот кабинета CallTouch, где-то полугодичной давности. То есть, мы видим, что какие-то рекламные кампании, какие-то группы слов нам приносят звонки клиентов за 5,5 тысяч рублей. То есть, это очень дорого, мы понимаем, что мы не готовы столько платить за привлечение звонка клиента, потому что в этом случае продажа, исходя из нашей конверсии, будет стоить еще в 2 раза дороже. Это нам невыгодно. Исходя из этого, мы понимаем, что с этой группой слов нужно работать. Здесь, опять же, есть несколько вариантов базовых. То есть, либо мы совсем отключим, допустим, это ключевое слово, не будем на него спускать деньги, либо мы снизим ставки на, допустим, эту группу слов, исходя из чего будем привлекать меньше посетителей.